Это Финам ФМ, ежедневная вечерняя программа «Реальное время». Сегодня у нас в гостях Михаил Делягин. Ответь, добрый вечер. Я должен зафиксировать, да, действительно, добрый вечер, что у нас сегодня новый, по крайней мере, для меня формат. Общение, да. Когда гостю принципиально не сообщаются, собственно говоря, зачем уже его пригласили. Обсудить актуальное. Да, я думаю, что вы, Юрий, заимствовали его у прокуратуры и следственного комитета. Начинается. Насколько я могу судить, любят так пригласить, даже не уточнив статус. Типа, мы с вами побеседуем, а там разберем, как вас отсюда выпускать. Чайку попьем, да, а может быть оставим. Я слуговым чай пил, так что можно. Все нормально. С некоторыми можно. Ну, коль скоро начали мы с СКР и вот этих всех последних событий, на ваш взгляд, это что? Свидетелями чего мы сейчас являемся? Я имею в виду вызовы в СКР, аресты отдельных участников событий 6 мая на Болотной площади. Ну и так далее. Вот, Михаил, на ваш взгляд, это что? Как это необходимо воспринять? Как это может воспринять российское общество? Ну, за российское общество так социологам. Я, у меня ощущения очень разные. У меня такое ощущение, что у событий есть несколько уровней. Ну, самое понятное, это примитивное. Ах, вы сволочи, у вас протесты пошли на спад. Сейчас мы вас запугаем. Сейчас мы завинтим гаечки до самого хребта. Знаете, как в городе, в испанской. А сейчас мы научим вас правильно любить правильную родину. Сейчас мы наведем порядочек. Когда я некоторым людям объяснял, что как бы единую Россию, конечно, можно спорить, является ли она агентом иностранного государства или не влияется. Потому что все-таки политическая партия действительно частный случай НКО. Но это как бы специфические частные случаи. Можно дискутировать. Но Объединенный Народный Фронт точно является. Я не помню, кто у нас там лидер. Правда, не помню. Это несущественно. Знаете, выступления деятелей из Объединенного Народного Фронта, перед которыми по экрану идет, значит, длинная тирада, что агент, действующий в интересах иностранных государств. Дальше перечень из 20 или 30 списков государств, куда люди из этого АНФа ездили на стажировку, на учебу, на практику, на обмен опытом, на бесплатную конференцию и так далее. Активно участвовали. Активно участвовали в освоении денег на зарубежных налогоплательщиков. То есть, с одной стороны, это то же, что мы увидели 6 мая. Показать вам, кто здесь хозяин. Что вы к этой стране отношения не имеете. То есть, это не ваша страна. Да. Как очень давно сказал, по-моему, Путин, а кому не нравится, может валить. Вот. И так далее. Это, безусловно, присутствует. Такой очень примитивный, такая реакция на уровень Рюриковича, который начальник цеха. Начальники цеха бывают разные, но вот на этом начальнике цеха родной коллектив, по-моему, отдохнул сильно. В принципе, начальник цеха — это главная должность на заводе, потому что это место, где происходит шибкое начальство с реальной жизнью. Поэтому в советское время у них было самое короткое время жизни до инфаркта. Из всех видов деятельности. Ну, это такой примитивный, да, взгляд? Но это не тот начальник цеха. Это вот его уровень. А есть второй уровень. У нас же... Ведь кто-то отдал команду об организации побоища 6 мая. Кто-то же передвинул ОМОН на 300 метров вперед. Какой-то человек, умный человек, не желающий выслужиться, не делать карьеру, понимающий, что он делает, спровоцировал давку. И этот человек был не со стороны оппозиции, он был со стороны власти. Это был человек, который мог отдать приказ начальнику милиции, начальнику ОМОНа московскому. И те обязаны были выполнить беспрекословно. Прекрасно понимая, что будет в итоге. И этот человек сорвал инаугурацию товарища Путина. То есть так, как въезжал Путин в Москву, как кто-то сказал, въезжал только Наполеон в 1812 году. Правда, тогда был еще пожар. Пожар у нас был в 2004 году. И этого человека не ищут, по-моему, ощущения. У товарища Путина не хватило чего-то. То ли мужества, то ли наглости, то ли инстинкта самосохранения, то ли, извините, интеллекта. Задайте вопрос, кто был этот человек и что он хотел. И добиться ответа. Потому что когда ему нужно, он добивается ответа. А раз так, то мы имеем войну внутри государства. Когда условно либеральный клан идет условно на силовой клан войной, и, в общем, его вполне эффективно мочит. Понимаете, то глумление, которое мы видим над правосудием, везде. Пусть ирая – это самый яркий пример. Потому что такое ощущение, что мы переместились на 500 лет назад, когда судья интересуется, бесновались они или не бесновались. Когда алтарнику пытаются сказать, да, конечно, все понятно, но, простите, пожалуйста, вы знаете, что вообще здесь проводятся банкеты? А вообще вы знаете, что 7% только этого здания и сооружения занято, так сказать, молитвенной частью. А вообще территорией московской мэрии. Вообще вы... И когда прокуратура пишет официальное заключение о том, что их нужно оставить под стражей, я плохо к ним отношусь, очень, но это 15 суток административного ареста или какое-то там количество часов общественных работ, причем желательно на территории Храма Христа Спасителя, чтобы, так сказать, навели порядочек, да, но неопределенное количество месяцев в СИЗО, вот, и прокуратура пишет, что их нужно оставить там дальше, потому что вот их действия привели к терактам в Татарстане. И суд принимает это к руководству действия. Это не только православие головного мозга, причем в клинической форме. Это не только, то есть религиозный фундаментализм, если называть вещи своими именами. Не только желание выслушаться, потому что понятно, что их судят формально за святотатство, но если бы они пели Богородицу Гундяева про Гони, то, в общем, мало кто в правоохранительных органах шевельнулся бы. Они, так сказать, терпят сейчас за другое святотатство, о котором ни суд, ни прокуратура боятся даже заикнуться, потому что это настоящее для них святотатство. Я видел, как однажды один деятель из «Единой России», я ему сказал, что не читал последнюю статью Путина, потому что, извините, Суркова, потому что там мне показалось неинтересной, что может написать Сурков. Вот я видел, человек сидел рядом со мной, вот плечом к плечу, и вот я видел, что я совершил святотатство. Я оскорбил святыни. Не прочитав? Нет, сказав, что это мне неинтересно. Я мог не прочитать по уважительной причине. Ну да, отсутствие от чтения — это следствие. Вот это другое святотатство, о котором наша власть, как и настоящем святотатстве, боится признаться. Но в этом всем есть логическая цепочка. Когда это публично выносят наружу, это есть война, которую люди, у которых от воровства отсохла последняя извилина в голове, они этого не понимают. Логическая цепочка, мне кажется, очень простой. А с одной стороны, это конспирологическая теория, безусловно, что мы имеем войну либерального клана против путинского. Один вариант. Уж слишком много людей поставило на медведя, уж слишком здорово они на него влетели. А больше им ставить не на кого. Ну, подождем, пока Навальный подрастет. У него, кстати, началась избирательная кампания. Это серьезно. Следственный комитет Российской Федерации начал предвыборную кампанию господина Навального. Вот с моей точки зрения, абсолютно однозначно. А причем Бастрыкин этого, скорее всего, не понимает. Его уровень интеллекта показал его поведение в деле с журналистом «Новой газеты», с которым обращался, как с нашкодившим опером из враждебной конторы. Вот. Но, понимаете, есть еще одна гипотеза, которую я вполне допускаю. Что дело Пусси Райт, это просто операция прикрытия. Посмотрите, мы не говорим о безумных законах, репрессивных законах, принятых Думы. Мы о нем забыли. Мы не говорим... Ну, часть, да, забыла. Ну, почти забыли. Это не самое актуальное. Мы к этому вернемся когда-нибудь, но когда-нибудь будут другие темы. Это будет уже закон устоявшийся. Мы забыли о присоединении к ВТО вообще. Темы нет. Мы забыли, это самое главное, о готовящейся приватизации. У нас готовится приватизация, она идет полным ходом, дорогие друзья. И никто не заметит, что тот же самый, как тот же самый Аэрфлот, станет частным. Я думаю, что Навальный вошел в Совет директоров, в том числе и с этой благой целью. Чтобы, так сказать, правильно организовать внутреннее, так сказать, внутреннее давление в Совете директоров. Но это может быть... Это моя гипотеза. Уж больно грамотно его туда ввели. Так, политикой так не занимаются, скажем так. И просто так не попадают туда. И просто так делают другие подарки. На день рождения дарят бутылку виски. Хорошего парня приглашают в ресторан. Ну, из какого надо. А не в Совет директоров. Так что это под будущей операцией связано с приватизацией. А чтобы люди очередную волну приватизации, грубо говоря, прохлопали... Ребят, найдите вам... Девочек, найдите вам мракобесие. Настоящее. Настоящее мракобесие. Потому что, понимаете, когда религиозные фундаменталисты занимаются мракобесием, это крайне неприятно, но это понятно. Они фундаменталисты. Это их образ жизни. Это естественно. Когда на их позиции встает прокуратура... И хорошо отвлекают. Формально в светском государстве. Когда на их позиции встает суд в формально в светском государстве. То, что суд вообще принял дело к рассмотрению, вообще принял дело к рассмотрению с такими формулировками, а не отправил со словами, ребята, вы там похмелитесь, прежде чем нам присылать, а то мы на вас пожалуемся. Вот. Это есть, что суд уже... уже принял эту позицию. То есть мы можем говорить о мракобесии не только обвинителей, которым мы насмотрелись во время дела и Ходорковского, и Аракчеева, и Квачкова, кстати говоря. И за что сидит Квачков, я не понимаю до сих пор. Вот. Но самое главное, самое главное, мы увидели мракобесие российского государства. Это тот ужас и кошмар. Понимаете, можно жить в государстве враждебном. Можно жить в государстве даже фашистском. Немцы показали, что можно. Но жить, будучи человеком 21 века, жить в государстве, которое совершенно открыто и официально, находится в 16 веке, нельзя. Это та причина, по которой люди бегут в Европу из мусульманских стран. Вот. Я не хочу, чтобы завтра пришли и сказали, чтобы моя дочка ходила в паранже, и моя жена ходила в паранже. Точно так же я не хочу, чтобы завтра ко мне пришли и сказали, что я обязан платить церковную десятину. Или я обязан ходить вот к этому попу, который иногда бывает трезвым, ему исповедоваться. Для Михаила Делягина сегодня в реальном времени на Финам. Финам. Прервемся на краткий выпуск новостей, а затем продолжим. Это реальное время. Финам. Финам. Сегодня на мои вопросы отвечает Михаил Делягин. Миша, я хочу продолжить вот то, о чем мы говорили до новостей. То есть это операция прикрытия. Это одна из версий, безусловно. Но я думаю, что в том числе это операция прикрытия. Потому что, понимаете, сделано гениально. Ударено в очень болезненную точку российского общества, которая, с одной стороны, православная по культуре. Как бы мои знакомые священники не говорили, что это не так, православие в нашей стране, в общем-то, христианское. Даже люди, которые стали баптистами и дальше по списку. Пратестантами, да. Пратестантами, лютеранами, яговистами. Все равно база православная. Потому что восстание против... Я согласен. Антисоветский человек тоже советский. То есть культура русская в базе своей, с моей точки зрения, православной. И товарищ Сталин это показал гениально. Всей своей риторикой. И это удар, с одной стороны, потому что объединяет всех. С другой стороны, удар потому что раскалывают всех. Потому что есть религия светская, есть религия истовая, которая фундаментальная. Есть ничтожное количество православных активистов, которые очень громко орут, но у которых ничтожное количество. И которые на этом устраивают политический экшен. Это удар в точку, который раскалывает всех и показывает среднему классу, что ваш враг не Путин. Ваш враг не те, кто вас грабит. Ваш враг не те, кто отнимает у вас политические свободы. Ваш враг те, кто сейчас, вот сейчас, сию минуту, окунают у вас в 16 век. И вы будете жить, скоты, в 16 веке. Вы, бедло, будете жить в 16 веке. Потому что это мы-то хотели. Мы такие. Вот. И это то, что очень сильно разрывает общество. Одни говорят, да вы с ума сошли. Другие говорят, да вы посмотрите, у них взяли только тех, у кого дети. Взяли тех, на кого можно легко давить. Остальные три человека на свободе. А другие говорят, да подождите, ну вообще-то говоря, это еродиво. Это то, что всегда было на Руси. И посмотрите, у нас господин Путин к юродивам относится значительно хуже, чем Иван Грозный. Да, потому что Василия Блаженного воздвигли в честь юродива, вообще-то говоря. И что он там говорил в адрес Ивана Грозного, в том числе на церковной паперте, мы не знаем. Учитывая эмоциональное его состояние, вряд ли что-нибудь хорошее. То есть, это идет разрыв общества сразу по нескольким цепочкам. И сразу появляются версии «Газдеп!» «Израильтяне!» Господа, эти ребята... Всемирный заговор. Эти ребята так тонко, так тонко работать не умеют. Есть единственная тонкая внешняя работа, это так называемая большая игра, когда вас учат, вы делаете карьеру в игре в интернете, и значит, на шестом уровне из 12 вы должны бутылку с коктейлем молотова кинуть в милицейское отделение, снять об этом видеоролик и отослать. Тогда вы переходите в закрытую часть, где еще 6 ступеней. Слава богу, это удалось закрыть. Психологически гениально сделано, наверное, сделал нашими людьми за границей на чьей-нибудь службе, но это единственный случай. Оперировать так в текущей политике некому, потому что текущая политика не очень рентабельный бизнес. А если мы смотрим на это дело с точки зрения приводизации, то все понятно. Это делали наш. Операции прикрытия, чтобы те люди, которые сейчас будут брать аэрофлот, Роснефть, Шереметьево, что-то еще, чтобы о них никто не думал, о них никто не вспоминал. Потому что, как говорил товарищ Бродский, ворюги мне милее, чем кровопийцы, но даже кровопийцы меркнут перед религиозным фундаментализмом. С кровопийцем можно не столкнуться. В общем, родители большинства из нас или кто-то из предков большинства из нас выжили при кровопийцах. Многие погибли, но некоторые выжили. А выжить в 16 веке тоже можно. Просто неохота. Бессмысленно. Михаил Делягин, «Реальное время Финамо ФМ». Михаил, вот я сейчас зацеплюсь за вашу фразу. Вы сказали, что это не ваша страна, да? По логике власти придержащих, те, кто определяет некие тренды. Это то, что транслируется нам очень давно с выступления Путина перед нашистами, где было очень внятно разъяснено, что если кому-то что-то не нравится, если кто-то считает, что власть может быть поприличней или воровать поменьше. И вообще хотя бы почитывать собственные законы. Я не говорю про конституцию, Господь с ней. Вообще по-хорошему нужно печатать на, так сказать, мягкой бумаге в рулонах и без текста. Хотя бы свой уголовный кодекс. Иногда хотя бы почитывать на досуге. Если кому-то не нравится, валите отсюда, ребята. Это не ваша страна. Я просто почему зацепился в эту фразу. Я не первый раз слышу мнение о том, что людям не согласным или людям, имеющим свое мнение, у них два варианта дальнейшей судьбы. Это либо внутренняя миграция, либо внешняя. Либо отъезд, либо уход от той реальности, которая их окружает. Вы знаете, это правда в условиях, когда режим прочен. Это было правдой в 2005 году, в 2007 году, даже в 2009 году. Но когда режим сыпется... А вы считаете, что он сыпется? Конечно. Конечно. Простая вещь. Режим должен сохранять свою власть. Он может плевать на остальные функции, но это главная функция власти. Борис Николаевич Ельцин на практике воплотил во второй свой срок, с моей точки зрения, анекдот о генсейке, который, не приходя в сознание, после тяжелой продолжительной болезни, приступил к исполнению своих обязанностей. Но все люди помнят и знают, кто был, что у него был железный инстинкт власти. Он лежал, ему сделали операцию на сердце, тяжелейшую операцию. Первое, что он спросил, когда он очнулся, где Черномырдин, давайте его сюда вернуть полномочия. Все. Поэтому, когда... То есть человек даже в критической ситуации? Да. Вот это чувство самосохранения, чувство власти... Рейган, демократический президент, ага, в него стреляют. Да. Хроника. Вот пуля попадает в грудь. Первая реакция человека. Он смотрит, кто? Он не, ах, как больно, санитар. Хотя очень больно. Очень неимоверно. Он смотрит, кто? Что происходит с нашим режимом? Еще раз повторюсь. Путину сорвали инаугурацию. Инаугурация Путина была, сопровождалась массовыми репрессиями, абсолютно внезаконными. И человеку сорвали инаугурацию. Сорвали инаугурацию не те люди в масках, которые кидались асфальтом, когда к ним подбегали ОМОНовцы, потому что, в общем, они знают свое дело, им не нравится, когда они кидают асфальтом. Они показывали корочки, как мне рассказывали журналисты, и ОМОНовцы поджав хвост, возвращались. Инаугурацию Путина сорвал человек, который в пять раз сократил пространство разрешенного митинга. Устроил искусственную давку. Я там был в этой давке. Вот мне очень сложно комментировать это, потому что я там тоже был, и я спокойно прошел на Болотную площадь. Вы, наверное, шли до колонны. Вы шли до колонны? Нет, я шел вместе с колонной очень даже близко к Аварову. В правом или в левом ряду? В правом. А вот я шел в центре. Это, кстати, наше идеологическое разделение с И.Л. Делягином. Я шел с правыми и правые прошли. Под красным знаменем, но на правом фланге. А я шел в центре. И, знаете, не было видно ничего. Я сообразил, что оцепление стоит наискость. Если оно стоит наискость, то можно просочиться куда-нибудь в сторонке. А вот господин Павловский шел с левой стороны. Не отражает его позицию. И вот там смотреть было уже некуда. Шевельнуться было нельзя. А вот я и те люди, которые рядом со мной шли, мы свободно. Миш, в буквальном смысле свободно прошли. Причем с уважением от представителей полиции, которые говорили извините, пожалуйста, откройте, пожалуйста, рюкзак и так далее. Да, все правильно. Правая колонна, правая часть было передвинуто оцепление наискость и проход был с правой стороны. И люди, которые шли справа, они не заметили помехи. А люди, которые шли в центре и слева, они уперлись. Им некуда было деваться. Даже если брать формальную букву закона, что, ах, они стали садиться на асфальт. Во-первых, это абсолютно доказательство юридическое, что у них не было никаких агрессивных намерений. Сидя в асфальте, тяжело нападать на мордовца. У него и так тяжело нападать. Сидя на асфальте, это технически невозможно. А во-вторых, до времени завершения акции 19.30 все, что угодно, не оскорбляющее общественной нравственности, участники митинга имеют право делать. И сидеть на асфальте в том числе. Но это детали. То есть, если посмотреть на схемы, которые везде выложены уже тысячу раз и тысячу лет. Вся болотная площадь, весь болотный сквер должен был быть территорией митинга. А травка бы страдала. Ничего можно было бы подать иску. Да, кто-нибудь разбил бы палатки. Знаете, в 4 часа утра, когда все замерзли, зашлись по домам и темно, поэтому нет никакой видеосъемки, сносить палатки одно удовольствие. Никто ничего не докажет. Но вместо этого, профессиональная работа, на Манежной была очень профессиональная работа. Во всех отношениях. А здесь это было сделано в общем-то искусством. Вопрос, кто и зачем. То есть, имеется место враждебное действие против государственной власти, которую, а, поставили на уши, б, сорвали праздник, и, в, сделали врагом общество. Вы говорите, в России идет война. Кого с кем? Ну, вот не условно, то, о чем мы говорим, там, либералы и силовики. Нет, это война за власть. Либералы и силовики. Слушайте, нам с вами делить кроме вот этого микрофона нечего. И как-то мы вроде договариваемся. Может, я еще начну плескаться водой, если сойду с ума. Как-то сойду с ума, стану Жириновским, сделаю карьер. Да? Это была шутка. Это была шутка. Что же еще? Вот. Но, понимаете, там война жесткая. Там решаются, на кону стоит страна, из которой можно высосать еще много денег. А самая страшная конкуренция, она не межвидовая, не межвидовая, она внутривидовая. Эта конкуренция внутривидовая. С моей точки зрения, род гомокоррупциус, сапиенс я бы не стал бы называть, вот, или клептократус, или как-нибудь еще. Ну, надо позвать человек в латынии. Это изыски, изыски, да, да. Вот. А борьба конкретно за ресурс. Кто будет править? И в интересах кого? Кто будет пилить? Кто будет хозяином лесопилки, который называется Российская Федерация, грубо говоря. Вот. И это жестокая борьба. И когда начальник перестает понимать, что против, на его власть совершено покушение, и начинает бить по хвостам, ловить там детей, которые... Одного человека вообще взяли, который не был на Болотной площади. Но даже если человек кидался там камнями, вы знаете, это называется эмоциональный срыв. Это называется состояние аффекта, в которое введены были люди, в общем-то, российским государством. А, простите, пожалуйста, да, это преступление и все остальное, но люди, которые это организовали, это более тяжкое преступление, и вот направленное в другую сторону, не на ОМОНовцев, которым квартиры дать, зарплаты повысить, или просто уволить за лишний разговор, направленное президента Российской Федерации. если президент Российской Федерации не понимает, что по его власти бьют чугунным молотом, не принимая для этого никаких мер, не будем повторять бред, что он там полностью зависим от Запада. Не бывает зависимых президентов, как не бывает компромата на президентов. Особенно в нашей стране, где президент, в общем-то, по Конституции является чем-то вроде царя. Нечто большее, чем просто. Глава государства. Около царя. Только по наследству не передает и все. И он не понимает этого. Режим сыпется. Рыба гниет не с головы. Рыба гниет с того момента, когда голова позволила рыбке попасть в сеть. Это произошло. Это произошло. Потому что, извините, мы имеем ситуацию, когда сначала на Болотной площади это провокация против власти. Только не теми организованы. Она организована изнутри Кремлевской стены или там изнутри Белого дома. Я не знаю, где. Российского я имею в виду. Да, да, да. Американцы так не умеют работать, они простые. Дальше мы имеем пусть серают. Глубочайшее, пусть на уровне ощущений, глубочайшее эмоциональное, правильное ощущение российского общества. Все забудут про все. У нас Сибирь горит вся. Кто-то в Москве об этом вспоминает? Нет. Ну, иногда. Иногда. Не потому, что это москвича, это Сибирь. Нет. Уже занято другим. И под это дело проводится приватизация. Это тот случай, когда воруют на копейку, а разрушают на рубль. Это то, что вызывает массовую ненависть к руководству Единой России в рядах самой Единой России. Там масса толковых управленцев, масса нормальных менеджеров. Говорят, ну, ребят, ну, хорошо, давайте украдем на 10 копеек. Остальное пусть останется, потому что система должна работать. Но их заставляют воровать на копейку и рушить на рубль. И у них против этого эмоциональное восприятие сильнейшее. Михаил Делягин сегодня в реальном времени. Краткий выпуск новостей затем продолжим. Это Финам ФМ, ежедневная вечерняя программа «Реальное время». Сегодня у нас в гостях Михаил Делягин. Вот я хочу продолжить тему, значит, до новостей, связанную с экономикой. Вы говорите... Вот, слушай, извините, конечно, но это юридически доказательство всему, что я сказал. Я экономист. Безусловно, да. Я занимаюсь экономикой. Я про этих глупых девиц узнал через неделю вообще после того, как это случилось. Это не моя сфера деятельности. И вот мы с вами всю первую половину передачи проговорили о чем? Про экономику. Мы про экономику, да. Потому что в этой стране все взаимосвязано, да? Везде все взаимосвязано. Вы говорите о том, что вот ВТО отвлекает от вступления от страны, которая уже вступила в Всемирную торговую организацию, отвлекает от приватизации. Вы считаете, что эти решения не будут иметь далеко идущие последствия? Ну, приватизация всегда имеет далеко идущие последствия. Потому что вопрос, кто будет пилить и как будет пилить. Ну, я предпочитаю слово зарабатывать. Зарабатывать нетрадиционным образом. Так, можете расшифровать? Коррупция. Понимаете, ведь обратите внимание, когда вы даром или за небольшие деньги приобретаете актив, наши олигархи доказали с блеском. Да и, так сказать, директора заводов, которые получили заводы за ваучеры тоже. Вам бессмысленно в него вкладывать. Зачем? Вам рентабельнее его выдавить до конца, а потом бросить, как труп. Это то, что случилось с нашей страной в 90-е годы. И сейчас очень похоже, потому что, да, конечно, у нас довольно много инвестиций осуществляется. Действительно, много всего строится. Когда мы смотрим на то, как это строится и что строится, для дела строится не очень много. Очень много строится для того, чтобы на этом попилить. Когда губернатор Карелия хотел, попытался начать строить дороги при помощи финнов, которые берут раза в два дешевле, чем наши дорожники, и при этом соблюдают стандарты и технологии, это позволило бы воспитать наших дорожников. Постройте одну дорогу и сказать, ребят, хотите, чтобы все дороги они строили? Не хотите? Учитесь и делать как надо. Вместо этого, ну, ему это не дали сделать, насколько я понимаю. Он получил по шапке, причем в Москве получил, не в Вашингтонском обкоме, не у диверсантов, не у Аль-Каиды, а он получил это здесь. Поэтому, к сожалению, коррупция производит впечатление основы государственного строя России. Вы правильно не принимаете это слог. Когда мы говорим коррупция, подразумевается, что это отклонение от нормы. А это норма. Это мы с Вами отклонение от нормы. А, это мы отклонение? Конечно, в этом государстве. Но это, получается, не наша страна. Ну, или не наше понимание тех, кто дорвался до этого. Не наше государство, не путайте. А, мы знаем, что это не наше государство. Зайдите в любую государственную организацию, куда Вас там пошлют. На три веселых буквы. Я их даже могу перечислить здесь в прямом эфире. С, У и Д. И товарищ Путин публично послал страну в суд. Прекрасно зная, что он из себя представляет и как он работает. Не, когда сталкиваешься с государственной машиной, неважно, на каком уровне. А я сегодня потратил... А можно просто вот... А я сегодня три с половиной часа у меня закрылся офис Сбербанка около дома. А у моих пожилых родственников там еще тут. Я сегодня потратил три с половиной часа для того, чтобы найти, куда этот офис Сбербанка перевели. В чем в Сбербанке работают хорошие люди. Если бы я искал сам, я не нашел бы никогда, потому что их справочная врет. Она дает недостоверную информацию. Просто они звонили по своим каналам. При мне женщина сидела на трубке в течение сорока минут. Не могла найти. Но она нашла. Правильно. Но перед этим я въехал в четыре точки. Вот. И когда... Это наше государство, да? Извините, если Сбербанк вдруг станет частным, он будет вести себя точно так же. То есть приватизация не меняет вот того концепта, который называется коррумпированное основу существования. Влияет не собственность, если это брать крупный бизнес. Малый бизнес, да. Сапожная мастерская не может быть государственной. Но крупный бизнес и сверхкрупный бизнес определяет форму государственного регулирования. Если госрегулирование хорошее, и железная дорога может быть частной. Даже атомные электростанции до определенных границ, может быть частной. А если госрегулирование плохое, ну извините, даже малый бизнес превращается в то, что мы видим. Лучше уж как бы это Сара дала маху, и он был бы государственным. Потому что так как мне хамят сейчас, ну да, я помню, как хамили в советских овощных магазинах. Но извините, они хотя бы понимали русский язык. Ну, я на самом деле немного не понимаю. То есть, чем редкий, хрен редкий слаще, когда мы говорим, что ну вот тогда пусть с государственным остается. Но если часть с ним... Очень просто. Когда воруют государство, это противоестественное, это преступление. Не наказуемо. Пока. Не наказуемо. У нас все преступления значимо не наказуемы. Но это преступление касается всем граждан государства. Если воровство происходит в государственной компании, воруют у меня, я имею право возмущаться. Когда воровство происходит в частной компании пусть даже ее распиливают и чтобы потом выбросить ее труп на помойку у меня нет формального повода возмутиться это не мое это частник это во первых во вторых государственная собственность должна управляться в интересах общества на пас это азбука а частная собственно должна управляться в интересах акционеров поэтому вот навальный могу по может уйти в государственную компанию чтобы защищать интересовую стал в частном уже нет это там есть противоречие вот и это разные функционалы но это вы правы этой теории на деле все определяет форму госрегулирования у нас что в частных компаниях нет воровства и коррупции крупных крупных у нас что олигархическая собственность управляется эффективнее государственной а вот здесь у нас принципиальное значение то есть мне по барабану начальника вот он пусть сам или его акционеры или его пайщики будут определять до степени воровства и пересекать это но когда речь идет о государственном да ребята на каком основании вы это делаете правильно правильно вот именно поэтому я говорю давайте все приватизируем радикально вышибем вы не хотите вы не хотите бороться с маркса вы отчаялись и не хотите бороться с коррупцией я хочу выбить основу из под этой коррупции вы знаете выбить основу из под этой коррупции можно только атомной бомбой потому что но вы куда более радикально чем я очень равных условиях потому что обратите внимание как у нас славный частный бизнес как он социально ответственный где-то в кремле кашлянули уже стоит очередь так называемый частные олигархи они насколько я могу судить находится в положении советских директоров такого позднего советского периода когда он должен был выполнять любой чих обкома и любой чих министерство и любой писк серьезных местных властей если он был небольшим бизнес небольшим масштаб и федерального починения областного но при этом всю ответственность за их решение нес он у нас точно такое сейчас честный бизнес так проблема михаил не в бизнесе а в той форме как сейчас приватизация сейчас приватизация мне нравится по единственной причине по двум причинам первое для нее делают домовую завицу она будет непрозрачная то о чем мы говорили да потому что общество будет отвлечена более страшными вещами второе второе в мире кризис если вы собрались продавать имущество зачем-то то вы должны продать его дороже а вы продаете в кризис дешево денег нет ни у кого кроме нас получается что пусть тогда пилят пока рынок не созреть если вопрос что делать то ребят наводить порядок как если нет вообще не то что желание а постановки вопроса значит государство это мозг и руки общества если мозг это хорошо я теперь буду цитировать если мозг и руки отсутствует да там сифилис проказы еще разное было разные бывают вещи вот то говорить о том что должно делать это тело бессмысленно мы возвращаемся к тому что мы обсуждали режим сыпется и для нас это очень скверно не только потому что мы с высокой степенью радость это не вызывает никакой вы знаете если чек радуется тому что становится хуже то он плохой человек или глупый человек и дай бог чтобы он был глупым неплохим но в чем проблема во первых эти обломки нас за день дай бог под ними вообще не погибнуть что не нас задел тут 99 и шесть десятых процентов со нас ваша частота а то что второе при этом происходит варваризация общества очень сильно а третья вещь плохая самая плохая когда ломается система выражаясь научным языком ультра слабое воздействие может оказаться решающим последняя соломинка ломает спину верблюда приходит время последних соломинку и выражаясь возвышенным языком коммунистических призывов каждый оказывается в ответе за страну потому что опять это проклятая историческая ответственность приходит когда каждый человек оказывается и его действие может определить судьбу общества только неизвестно какое действие как определить это проклятие исторического творчества это то почему умный человек не может желать быть президентом эти пусть он не жил на других ищили сижу вот умный человек чтобы не было искать алюзий да вот умный человек не может желать быть президентом что эта работа при которой вы каждый день понимаете две вещи первое вы принимаете решение которое нельзя исправить второе у вас нет достаточной информации для того чтобы вы правильно могли принять это решение но может мы догнетаем может на самом деле не все так хорошо это вы сказали может быть действительно но как вот здесь сидя еще в москве мы не видим положительных моментов которые может где-то там я не знаю в сибири 8 и не о пожарах я сейчас нет сибирь 89 пожаров красно в красноярском крае красит чуть тушит чуть больше тысячи человеку понятно да тайга горит верховой пол возникает даже тысячи точек бывает так бурная нет узнаете вот бывает с отменой лесного лесного кодекса в десятом году пожар волшебным образом остановились на границе белоруссии не потому что волшебник лукашенко ничего нет просто белоруссии не приняли аналогичный лесной кодекс там есть кому тушить пожар там остались лесники там осталось кому этим заниматься а сейчас пожалуйста ладно не будем ходить в сибирь не будем заниматься пожарами крымского ну причина я наводнение думаю вполне прозрачно но хорошо люди местные власти предупреждены за три часа они совершили масса минимум как минимум они совершили массовое убийство людей можно обсуждать погибло 172 человек или больше двух с половиной тысяч 172 это мне напоминает количество погибших в белом доме официально будем официально да да погибло много людей это называется массовое убийство преступная халатность повлекший к особо тяжким последствиям классический вопрос одного из недемократических руководителей нашего государства где уголовные дела где каждый человек находившийся на государственной должности который получил эту информацию был обязан бегать по дворам и предупреждать не на господин ткачев уже сказал что человек бегать надо было по дворам человек по фамилии ткачев который сказал такую форму должен быть помните да это я по-моему на следующий день стоит должен пойти на освидетельство у психологов помни сказать психиатров не пойдет на зачем в наручниках приводит таких людей таких случаях потому что если он неадекватен то он должен покинуть должность и жить на правах обычных компенсированных людей он не исключил такой возможности что уйдет после всех средств мероприятий а если будет доказано что он нормален он должен нести ответственность за это не просто за слова а потому что это политика и значит он учил своих подчиненных в таком же духе не он несет персональную обучение люди обучение людей преступным действием есть преступление если я вам сейчас расскажу как правильно срезать кошельки я знаю как это делать вот и вы срежете кошелек то мы с вами сядем вместе это будет правильно а когда господин ткачев своим действием и своим нормам поведения объясняет нежестоящим ребят не надо ходить по дворам не надо предупреждать людей пусть они сдохнут жёстками простить а как это по-другому ну я понял что юрист наверное скажет это в юридических формулировках я перевожу с юридического закона русский примитив и он после этого прекрасно себя чувствует собирается подавать в отставку добровольно никакие доктора с металлическими предметами к нему прим не приходит и мы имеем с одной стороны там юродивы прокаженные безумные глупые аморально не знаю плохие девочки неправильные вещи сделали на территории московской мэрии которая заодно сдается церковь это на территории московской мэрии из них это имущество московской мэрии о чем речь вот сказали плохие слова я просто пояснил о храме христа спасителя и деда сказали плохие слова в адрес путина смертельно обидели причинили там психические потрясения так далее они сидят в сизу 6 месяцев другие люди которые не исполнили своих прямых обязанностей что привело к массовой гибели людей в не говорю про материальную щек и кстати говоря к абсолютной дискредитации властью абсолютно дискредитации иллюстрация того что режим сыпется когда путин принимает решение и для того чтобы сообщить гражданам какие решения он принял пишет как школьник письмо в комсомольскую правду простите пожалуйста а значит что вертикаль власти не просто не работает значит она является вертикалью не власть может быть вертикалью коррупцию что больше дискредитации что-то другое но не вертикаль власти я думаю что коррупция продолжим себе нельзя продолжим михаил у нас с вами разговор михаил делягин в времени сегодня краткий выпуск новостей это реальное время финам fm сегодня у нас в гостях михаил делягин но опять-таки вот такую проброшу проброшу небольшой небольшой мостик да мы оказались вновь перед дилеммой с одной стороны коррупция которая разъела уже все сферы российской жизни и фактически девальвировала понятие вертикали власти как бы сами сказали да вертикаль коррупции или нечто другое но точно не власть с другой стороны патерналистские настроения в российском обществе да когда вот я смотрю разные там опросы разных социологов не обязательно это в циуме я сразу подчеркнула разные структуры все говорят фома левада ваш 24 патерналистские настроения есть вот я я на самом деле не вижу вообще вот дальнейшего пути я может быть пессимист да вот на мой взгляд чем дальше и с каждым днем тем хуже ну простите пожалуйста а никогда не задумывались почему русский бунт бессмысленно и беспощадно то есть вы думаете это все бунтом закончится это кончится утрата управляемость утрата управляемости может кончиться и дворцовым переворотом когда нам сообщат что очередной павел первый скончался геморроидальные колики табакерка это может кончиться уничтожением цивилизации они русским будут русской российской цивилизации да это реальная палитра возможностей по очень примерным очень тупым очень глупым оценкам процентов 70 даже чуть больше что все-таки цивилизация сохранится и страна государства сохраняться и это вероятность как не смешно потихонечку растет потому что когда развалился советский союз в это никто не верил до последней минуты уже беловежье было подписано люди еще не верили что союза нет а у нас сейчас наоборот распад россии национальный психоз не только национальный моего знакомого покойного поэтому могу историю рассказать был чудесный случай он с разными людьми общался по долгу службы в том числе общался с ваххаббитами которые реально бегали с автоматами по горам северного кавказа и он нам объясняет но вы поймите мужики что если на своими словами пересказываю там все это было на правильном языке с правильными словами с правильными примерами что вот посмотрите вот с русской аравии ведь нет же никакого проекта халифат на северном кавказе вы просто пушечное мясо вас используют и бросят никто за вас уступаться не будет еще не им ответит а ты что а есть какой-то русский проект казали ему люди которые режут русские за то что они русские они нуждаются в русском проекте уже долгое количество времени такая потребность есть и это позволяет сказать что со временем вероятность нашего выживания как общество растет хотя некоторых индивидов снижается и соответственно это некоторый позитив но русский бунт бессмысленный беспощадный потому что у нас всегда люди живут в одностороннем себе один государств если на западе государство приказчику если он ведет все не так революция сводится к тому что мы плохого приказчика выкидываем хорошего ставим это техническая операция это увольнение персонала болезненно страшно люди плачут трудовая инспекция возмущается техническая процедура а у нас бунт не против приказчика революция не против приказчика нас бунт против мироздания поэтому у нас смутное время поэтому нас революция когда законы пишут заново обо всем включая отношения между мужчиной и женщин все но финал то в чем и каким он может что у нас будет системный кризис учитывая интеллектуальный потенциал правящие верхушки вероятность мягкого дворцового переворота невелика там интеллект вычищают вычищают на примерно как евреев в освенцами как социально-этнический такого сравнения еще не слышал так там жестоко учащает интеллект очень жестко хотя некоторые изменения к лучшему некоторые изменения ну биосов министр экономики глазиев помощник пусть даже по интеграции советник пусть даже по интеграции еще есть несколько хороших назначений вот то есть это неоднозначный процесс но в целом идет туда значит что будет системный кризис утрата управляемость чем его легко посчитать после того как шахтеров комнате междуреченске три ночи не уйдут с площади вот после этого с этого момента россия перестает быть управляем во времена горбачева в таком состоянии прожила три года тогда был большой советский бэкграунд я думаю что сейчас его нету соответственно прожил таком состоянии года полтора может быть 2 дальше дальше системный кризис утрата управляемости выходит наружу люди перестают подчиняться потому что подчиняться некому пелевин замечательно сказал о милиционерах тогдашних было совершенно непонятно почему эти люди одеты в неряшливую форму клянчат денег требует денег требует денег вот будет непонятно почему эти люди одеты в лохмотье от зайцева требуют денег просто непонятно вот и дальше скорее всего будет смутное время вот здесь наступает простор для нашего с вами я имею ввиду не только у нас двоих но и радиослушатели исторического творчества что в наших силах сделать так чтобы смутное время было возможно более коротким возможно менее болезнь но она будет абсолютно неуправляемым она будет неуправляем это значит что каждый будет собственным штурвалом это хаос непонятно я думаю что это будет дезорганизация будет дезорганизация это будет структурирующийся хаос в котором будут огромные куски структурированы как-то не очень хочется жить это при этом а михаил то есть с одной стороны конечно творческий порыв это очень интересная пожалуйста у нас кто-нибудь за это хотелось бы шоу просили да он аравчатого великого поэта незаслуженно забытого из чудесное стихотворение ему дали госзаказ поручили написать стихи к восьмисотлетию москвы хорошо да он написал стихи называется зеленые дворы в которых реферанс сороковые интересно сейчас госзаказы подобные нет а реферанс сороковые тяжко на москве начиная с 1147 года знаете очень убедительно всегда тяжко на москве про страну россию стыдливо умалчиво вот это нормально у нас был золотой век с конца 50-х по начало по конец восьмидесятых по началу 90-х завершение холодной войны если завершение войны в корее совсем если быть грубым до начала войны в кювете вот был золотой век когда была цивилизация когда было все правильно существовали но незаконно понятие так далее мы от этого отходит вы знаете ну жизнь такое благо что жаловаться на то что идет как-то не так значит уподобляться москвичам которые это сказать родились серебряной ложкой во рту и всю оставшуюся жизнь посвящают плачу по поводу тому что это серебряная ложка была не той проб моя супруга которая очень далека от политики нет москвы пока нет вы знаете мне как-то интересно такую фразу сказал юрга ты знаешь холодная война дисциплинировала дисциплинировала всех и тех и других когда она завершилась до все пошли и дальше я поставлю много то я должен сказать что мировая наука пришла к этому лице лучших своих представителей году это к 99 с бомбежками косово а большинство людей ученых людей до сих пор до этого не доперли что я вас поздравляю сильно спасибо хорошая вторая половина да это она это действительно может быть достаточно эмоционально она с натуры это правда да это правда посмотрите выборы кеннеди победил никсона грубо говоря с классификациями которые были очевидны но поскольку был советский союз никсон стал молчать в тряпку потому что это раскачало бы ситуацию и он мог уйти в небытие ушел в небытие на долгие годы и случайно вернулся не обязательно было его возвращение я кстати не хотел возвращаться да сравните этим с победой буша младшего когда во флориде были абсолютно непонятно что но в общем фальсификации стиле товарища чуро с моей точки зрения когда был введен новый политологический термин не до конца пробитый бюллетень когда выяснилось что подсчет голосов великой американской демократии ведется вообще через пень колоду и вообще стыдно вам за такую демократию и все это вылезло наружу и после этого на американскую демократию все стали показывать пальцем особенно это забавно звучало из уст африканских руководителей и дружно смеяться пожалуйста вот как это дисциплинирует причем американцев про наши примеры я уж тоже помолчу не могу не спросить все таки все сейчас вновь говорят о кризисе да я имею ввиду продолжение его в глобальном пока закон о паникерстве еще не приятно поговорим об этом да вот на ваш взгляд это действительно имеет под свою основу и как это может экстраполироваться на российскую действительность вот с учетом того мы о чем мы говорим же мы живем в глобальном кризис мир валится в глобальную депрессию никуда он не денется его падение будут оттягивать но вы знаете как бы уж не крутился на сковородке его зажарит если захотят этого уже зажарит мир свалится в глобальную депрессию будет плохо даже очень плохо из той депрессии вышли через войну из этой через войну выйти не удастся ну что глобальный монополий загнивают некуда раскрывать рынки когда рынки раскрыли за счет европы японии и британии которые потерпели поражение в ту экономическое поражение войне сейчас открывать их некуда поэтому никуда мы не денемся будет долго и мучительно россия такая страна что она всегда показывает миру его будущее но чуть-чуть по-другому чем он будет может пояснить архаизация которую мы видим в нашем обществе это мир валится в среднеяку и вслед за след за нами пришел борис николаевич ельцин мы визжали какие плохие реформатор как они много воруют потом след за ними в мире пришли корпоративный топ-менеджеры и мы увидели что на этом фоне в общем-то анатолий борис и чубайс в общем-то почти честный человек практически какие-то на две машины обманул людей в волге да тут посмотреть как западные банки себя ведут это же кошмар отношению к тем же самым вкладчиком вот и сейчас у нас архаизация мы валимся в средневековье но это отражение то что весь мир валится поэтому внутренние внешние кризисы они будут рядом не могут вообще совпасть они могут различаться несколькими тогда будет энергетический удар да но когда мы будем в системном кризисе мир скорее всего вскоре после этого или в этот момент засвалится в депрессию потому что мы тоже влияем на мир довольно ощутимо очень важная вещь позитивная что когда мир в глобальной депрессии мы не до россии он занимается более серьезными разборками за счет этого сталин сумел провести модернизацию плохую модернизацию неэффективную модернизацию какая была других не было правил правил и у нас появится исторический шанс провести модернизацию с учетом имеющегося негативного опыта с учетом имеющегося позитивного опыта и никому до нас не будет дело с высокой степенью вероятность как бы лавировать как товарищ микоян да из даже из выходит с большого театра идет ливень ему несут зонтик да не надо не надо молочек петрович был вообще чек скромный я между струйкой вот вот так вот между струйками играя на чужих противоречия кто они и модернизаторы а модернизаторы те самые которые должны будут этим шансом поспользоваться третьего четвертого звена которые больше чем меня ненавидят только свое непосредственное руководство которые люто ненавидят людей которые заставляют их уничтожать имущество на рубль воруя на копейку они хорошие управленцы этот недавно они профессионалы они хорошие управленцы они понимают что нельзя управлять процессом не понимая технологии этого процесса это очень важно они легко и быстро учатся они очень спокойно относятся к диалоге они страшно злы на свое начальство и огромная их часть хочет жить в россии особенно та которая успела пожить в америке очень очень забавно из всех моих друзей которые уехали в америку остался только один он очень пожилой человек и живет на гавайях и всех моих и друзей которые уехали в европу вернулся вот но тем не менее эти люди хотят жить в нашей стране они странноватые по разу они не коммерчески ориентированы и не потребительский тир и я думаю что им это придется делать это все будет не в следующем пока нет не наши дети будут разгребать эти помои то мы будем разгребать как это я тебя породил я тебя убью как сказал другой человек нами коррупция началась нами на и должна закончиться что он сейчас сидит ну и соответственно за вторую часть фразы да то что он откроется должна закончить за за это сидит не за то что она была признал за то что он попытался перестать им быть вот но мы этот бардак допустили в общем то в той или иной степени мы не могли ему воспрепятствовать и по глупости и по слабости и покорости в том числе но мы его допустили допустили нам разгребать я считаю что это справедливо спасибо огромное михаил делягин сегодня был в реальном времени на финал fm счастливо